Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот особенный день, и особенность Его – это Ты, Твое Слово, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя за эту способность слышать, что Дух говорит в Церкви. Благослови изобильно, как Ты уже благословил и в песнопениях, в слове «Ступление». Помажь это время, Господь, произведи акценты в наших воспоминаниях по этой проповеди. Слава Тебе! Во имя Твое Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Очень рад, что Вы здесь. Вообще, мы могли бы быть в скольких местах? Во многих. Только в одном. Это очевидно. Это место Слова Божьего. Правда? Итак, сегодняшнее слово я назвал «И уже не я живу». Или второе название. Пой поэт. Слово поэт я беру так же, как пастор Нурлан. Из греческого варианта «поэйтес» – это «исполнители». «Будьте исполнители». То есть, это то, что исполняется и является тем, как Бог виден окружающему миру через нашу жизнь. Первая часть. Кто помнит? «Ты уже не я живу». Из какой… Что это за стихи? Глава Тебе! Правильно, молодец, очень хорошо. А второе. Пой поэт Якова. А первая глава, двадцать пятый стих. Мы с вами… Давайте мы прочитаем это место. А, да, есть. Кто вникает в закон совершенный? Закон свободы. И пребывает в нём. Он является исполнителем дела поэтис. Блажен будет в своём действии. Я опустил здесь в середине. И пребудет в нём тот, будучи не слушателем забывчивым. Правда? Почему я убрал это, если тот будет не слушателем забывчивым? Потому что я хотел бы сделать акцент на том, что Бог желает и я желаю. Кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребывает в нём, и тот является исполнителем дела, и он будет блажен в своём действии. Кто желает, чтобы это происходило, поднимите руку. Это очень хорошо. Этот стих у вас должен на холодильнике быть там, везде, в каждой комнате, куда бы не зашли. И этот призыв к тому, чтобы вникать в завершённую работу Иисуса Христа. В его слова и отличие между нами и ветхозаветными верующими состоит в том, что только после жертвы Иисуса Христа мы с вами получили возможность быть в Божестве, в Его семье, быть выше ангелов, но я не думаю об этом. А самое главное – быть на небесах уже сейчас. Всякий раз, когда мы вникаем в то, что Господь говорит, то мы избавляемся от плотских размышлений, от влияния мира, влияния своего собственного опыта, своих различных речевых каких-то понятий. Нет, мы с вами желаем вникать в этот закон совершенный. Давайте посмотрим, что такое, какой слабостью обладал закон обыкновенный. Закон, который был передан Моисею. Он хорош. А для кого он хорош? Для Бога. Для Бога, да. Ещё для кого? Для христиан хорош. Закон Моисеев, он хорош. Потом, потому что он описывает Бога и Его желания. Но он бессилен. Третья, восьмая глава, послание к римлянам, третий стих. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Ну и что теперь делать? То Бог послал своего сына, который исполнил закон, да, и который принёс себя в жертву. И мы, принимая Иисуса Христа, становимся теми людьми, которые теперь ими освобождены. Понимаете? Дух Святой живёт в нас. Это большое различие от Духа Святого, который пребывал на Давиде. Но он находится в нас. И он заботится о нас. И эта забота такая, чтобы мы всё время имели эту тенденцию выбирать, вникать, жить в Слове Божьем, жить в Новом Завете и смотреть только из Нового Завета на Ветхий Завет. Только таким образом. Потому что Ветхий Завет – это была тень грядущего Господа. А тело Его на кресте. Оно это всё совершилось. Первый пункт. И у нас будет пять пунктов. Необычно, но тем не менее. Ух ты, сорок дверь. И да. Первый пункт. Муки. Добавьте чего? Рождение. А? Муки рождения. Муки, плоти. Каждый из нас в своей жизни. Потому что мы с вами произошли. Новый человек родился в Господе. Но раньше мы жили абсолютно по велению того, что бурлит в нашем сердце, в нашей жизни. Муки, муки, плоти. Давайте-ка посмотрим. чтобы мы не заблуждались. Послание к кремлинам. Какую главу откроем? Седьмое. Седьмое. Пятнадцатый стих. Я не понимаю, что делаю. Это верующий. Это апостол Павел. И он сталкивался с этим в своей жизни. Например, когда это было? Как вы думаете? Всякий раз, когда он жил во плоти, это были муки плоти. И они очень хорошо здесь описаны. Я не понимаю, что я делаю. потому что не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. И философия дальше идет. Если же я делаю то, чего не хочу, то я соглашаюсь с законом, что он добр, но я делаю то, чего не хочу. И я соглашаюсь с тем, что Писание доброе. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. А где грех должен быть? На кресте. Как я могу это осуществить, чтобы он был на кресте для меня в моем субъективном понимании в моей субъективной жизни? Если я так и дальше буду продолжать видеть, что да, закон добрый, но жизнь у меня, но эта ситуация, которая развиваю, это сплошь и рядом, это каждый день происходит. Это пишет апостол Павел. У него там и жалоба плати. и он определяет это жало воплоти как ангела сатаны. И он молится, чтобы Господь убрал. И Господь желает это убрать. Он дает ему откровение, но когда он воплоти, Господь ему дает это жало воплоти, чтобы апостол понимал, что ну не то, я не могу, я никак не могу перейти в это состояние пребывания в духе. Есть такая, бывает такая тенденция в религиях делать обыкновенных людей божествами. Например, и апостол Павел замечательный, Петр это замечательный, а не замечательное духовное. Но в отличие от религиозных, а также ветхозаветных верующих, Господь присутствует в апостоле Павле, присутствует в нас, и он духом святым ободряет. и происходит второе. Второе это отчаяние. Будет лучше, не беспокойтесь, но суть заключается в том, что если пребывать в оплоте, то очень легко попасть на вот эту стадь отчаяние, когда это фиксируется. А когда это фиксируется, то появляется такая картина, как Саул ветхозаветный. По благодати он стал, Господь его помазал в цари над Израилем, а по плоти он искал поддержки только с тех от людей, которые бы его там провозглашали, чуть ли не не боготворили. и все это было не божественно, это было из другой армии и другого царства. Отчаяние может принять катастрофические моменты. И это происходит только лишь из-за того, что мы выбираем не то. И третий пункт появляется. Только приди. Только приди. это то, что Дух Святой практически влагает в наши сердца. И эта молитва звучит в 24 стихе 7 главы к римлянам. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». И он тут же слышит призыв. Этих призывов много. Мы слышим с вами эту работу Бога, она интенсивная, невероятно интенсивная. потому потому что каждый из нас является его поэмой для того, чтобы мы, воспринимая Бога, стали бы очень активными распространителями его света, его слово. Скоро будет Пасха, православная Пасха. У нас уже несколько недель идет эта Пасха. Мы подбираемся в православную и также мы с вами произносим эту фразу из смысла жизни. Христос воскрес, воистину воскрес. Это обозначает то, что новая жизнь пошла. Обозначает то, что всякий, кто примет Иисуса Христа, он находится в этой новой жизни. Павел был в этой новой жизни, и тем не менее он записал то, что в нем происходило. В некотором смысле это похоже на то, что сегодня пастор Нурлан говорил по 24 псалму. Там описание тягот, врагов, скорбей и так далее. Если об этом думать, как вполне возможно у Павла было, есть препятствия, еще что-то такое происходит, то я бедный человек. Я воспринимаюсь, я слышу мир. А нам с вами необходимо слышать Господа. Бедный я человек, кто избавит меня? Чего-то там не хватает в этой молитве усеченной. Чего? Про возглашение истины. Хорошо, вот в этой фразе, кто избавит меня? Дальше идет уже посещение Господа. Благодарю Бога и Отца Господом нашим Иисусом Христом. Кто сделал это? Кто провел инициацию, вызвал, призвал Павла к слышанию? Это только Господь Бог. Он всегда в нас. Какая бы ситуация ни была, необходимо только лишь Господь Иисус и вы в духе. А самое лучшее это тут же стать поэтом. То есть человеком, который провозглашает правду. И эта правда такая, ты сразу же без всякого перехода ты становишься победителем. Потому что между 25 стихом 7 главы и 8 глава 1 стихом нету никакой связки. Это говорит только лишь о том, что он вошел. Я благодарю Бог Иисусом Христом он вошел в это и вдруг понимание его совершенно другое стало. О, так здесь оказывается когда я живу в Иисусе Христе там у меня победа. Так и завершается 8 глава послания к римлянам. Он поет песню победителей не только победителей но тех людей которые победили любовью Господа сколько удивительных мыслей посещает как насколько быстро четко работает Господь когда мы только из этих мук плоти отчаяния всего лишь сделали шаг навстречу Господа вот эти вот две части они характеризуются тем что спасение наше нужно соблюдать или действовать работать этим спасением в любой ситуации ты спасенный человек у тебя между тобой и Павлом нет никакого отличия когда ты находишься в Духе Святом только пребывай в этом совершенном законе законе свободы законе любви закон свободы Евангелие от Иоанна 8 глава 31 и 32 стих любящие Его Слово Его Смысла Господа Иисуса они свободны это свобода славить Господа это свобода только та которая описывается в книге Откровений в пятой главе когда все человечество славит Господа они поклоняются Ему каких поклонников ищет Господь тех которые поклоняются в Духе и в чем истине истина для вас что что Иисус хорошо Иисус завершивший все обетование которое было еще сделано имелось в Господе до сотворения всего и проявилось две тысячи лет назад давайте посмотрим на эту победу и так нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе давайте скажем вместе и так нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе нет никакого осуждения был ли то грех были ли это сомнения неповиновения было было ли это были муки плоти отчаяния в Иисусе Христе нет никакого осуждения а что есть там там есть слово слово которое действует есть слова вызывающие действия когда ты занимался по лингвистике вопросами семантики то есть понятия которые которые выражаются словами слово пожар вот слово пожар а вы все сидите на месте если бы кто-то заскочил сюда и сказал пожар это было бы тем что мы все побежали когда говорится слово из Библии и оно в Иисусе Христе в Духе Святом то происходит чудо поэтому для Павла очень важно и он передает важность этой жизни для нас с вами в послание к эфесянам пятая глава какой стих 18 и вторая часть начала а развитие уже идет в 19 стихе это то что мы с вами делаем когда начинаем наше служение это песни вот возьмите те песни которые возьмите эти листочки бумаги для себя они распечатаны для вас и пойте это или размышляйте над этим посмотрите всякая фраза которая там говорится это наша жизнь когда мы начинаем это это читать открыты двери которые говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна я есть дверь мы открыли его слово его слова о нем мы открыли эту песню мы прошли уже совершенно в другое состояние где мы успокаиваемся где у нас есть возможность слышать слово Господа слыша это слово Бога оно является семантически нагруженным понятийно для нас что это приводит нас к решениям решения подвигают нас к тому чтобы мы с вами действовали действие это и есть исполнение этого слова в нашей жизни когда я иду в театр то то давно было это не говорит о том что не надо ходить в театр но суть заключается в следующем что да там есть эпизодические призывы ну понимаешь очень интересную психологию тех героев которые которые обсуждаются и так далее но это не моя жизнь а вот когда мы исполняемся духом и поем песни я вообще считаю я недавно так подумал что у каждого верующего обязательно должен маленький песенник быть в кармане открыл и читай и пой читай просто ты уже там и он производит в тебе удивительное действие которое описывается в послании к филиппийцам в 12 стихе мы со страхом полагаем свое спасение мы благодарим Господа как здесь в 7 главе в 25 стихе я благодарю Господа и это благодарение что мы с вами находимся в жизни которую Господь раскрывает он готов раскрыть все перед нами победители любовь превозношение этой жизни и над вечностью мы становимся это недавно я прочитал афоризмы Горького интересные мысли но они настолько далеки от высоты мысли Иисуса Христа например каждый прожитый день считайте для вас маленькой жизнью нравится да она такая есть молчите человек а что бы вы добавили со Христом со Христом потому что маленькая жизнь у апостола Павла могла происходить и тогда в муках по плоти какие эти муки это был человек который насадил множество церквей это не был мир в котором мы сейчас живем взял написал имейл или же по скайпу там или по зуму вышел поговорил это нужно было отправлять письмо и чтобы в этом письме было все настолько важным чтобы люди поднимались каким образом церковь насажденная в Филиппах в которых в которой в этом городке он прожил не так много дней и сразу же были неприятности скорби преследования его и пришлось оттуда убегать но вот эти послания которые он писал разным церквам и потом они передавались из церкви в церковь так формировался формировался канон нового завета а иногда вероятно он садился и думал например если думать о филиппийцах хорошая церковь такая была замечательно выходили на евангелизацию все были такие довольны вот синтихи и еводия две дамы в этой церкви а теперь я слышу что они поругались там это все мы видим в послании к филиппийцам он притрагивается к этому но притрагивается укрепляя сначала в духе в радости в том как Господь воздействует на нас можно было бы сказать мистическим образом но у слова мистика есть понятие тайна и это воздействие Господа на нас является тайным воздействием точно так же как в нашем теле ежесекундно происходят там миллиарды событий и причем Господь нас не допускает к тому чтобы мы вникали в те события иначе мы очень сильно можем расстроить наш организм там все работает сотни по-моему сто триллионов клеток которые в нас находятся это удивительно как говорит Давид в 138 псалме дивно я сотворен слово дивно то что мы говорим ужасно но ужасно имеется два понимания одно понимание это ужас это негативно а другое понимание ужасно красивый то есть это так усиливает что меня приводит в трепет то что Давида приводило при рассмотрении того кто он как он был так сотворен вы никогда не задумывались над своей кистью все установлено не было бы большого пальца это был бы ужас в нашей жизни все так рассчитано в нашей духовной жизни в этом кладезе в этих сокровищницах любви Господа и причем призыв мы с вами читаем как Иисус сказал апостолу Петру в 21 главе Евангелия от Риана ты меня больше любишь чем рыб да вместо рыбы подставьте любую рыбу чем вы обиделись ты меня больше любишь чем обиду чем свои эмоции чем свое прошлое чем те распри которые может бывают все послание Якова по крайней мере первая первая глава оно направлено на то что когда у вас происходят эти рыбы то вы радуетесь что вы можете открыть слово Божье и оно способно не только доставить вам покой в слышание но и стать действующим агентом Духа Святого для того чтобы вы предпринимали прощение любовь любовь служение сегодня прочитал завершение статью пастора мать это афоризм его замечательный в этом мире сейчас распространенное слово мировые лидеры мировые лидеры да начало там такое в этом мире происходит снова и снова переизбрание варравы то есть выбирают вместо Иисуса варрава а мировые лидеры которым по Библии нужно было бы иметь другое название это 20 глава Евангелия от Матфея 28 стих Иисус говорит Сын человеческий пришел не для того чтобы осудить или судить мир а для того чтобы служить как здорово да служить мы с вами с этими рыбами в нашей жизни встречаемся много но уже сегодня мы можем поставить туда Иисуса Христа и через Иисуса Христа посмотреть на ситуацию и обнаружить у меня есть место сейчас в этой ситуации для того чтобы стать поэтом поэтессой исполнителем Слова Божьего сказать об Иисусе Христе потому что это Слово Божье является драгоценностью и оно имеет вес и если даже сегодня кто-либо отказывается слышать его завтра это Слово ему пригодится Победа и снова возвращаемся к названию нашей проповеди и уже не я живу а живет во мне Христос а я пою его поэму аминь Отец наш небесный мы благодарны тебе за чудо твоей жизни в нас мы благодарим тебя за твою жертву на кресте благодарим тебя за приглашение нас и убеждение в том чтобы мы тебя приняли и мы благодарим тебя за то что мы стали совершенно другими и выбрали сегодня одно единственное место это здесь или по зуму но слышать Слово твое благослови может быть среди тех кто слушает это Слово по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего спасителя великая минута час завтра но мы умоляем вас чтобы это событие произошло только приди только прими принимая Иисуса Христа в вашу жизнь скажите простую молитву дорогой Иисус я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь приведи в живую церковь обучай твоему слову даруй благодать милость любовь прощение поднимай если упаду во имя твое мой бог и спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь Аминь Слава Господу Слава Господу